Протяженность магистрального газопровода стоимостью 1,061,000,000 тенге составляет 1310 километров. Во время прокладки работой будут обеспечены около 2000 человек. Необходимо ускорить разработку проектно-сметной документации, прохождение проектом государственной экспертизы и обеспечить соблюдение сроков строительства нитки газопровода. 656 землепользователей по всей области, 84 землепользователя не согласованы сегодня. Если брать по району, то, значит, если брать Тулькубасский район, не согласовано 32 землепользователя. По Сайрамскому району 44, Тулебийский район 4, Хазбургский район 4, Шардара 1, Отрара 1. В Арысе у нас, в принципе, мы все вопросы закрыли. Фактически у нас есть 2-3 региона, где мы продолжаем работу. И просьба была такая, чтобы мы, скажем, до конца следующей недели уже с конкретным пониманием пришли. Чтобы мы с тем, с кем договорились, подписали, с кем не договорились, в принципе, мы взяли бы какие-то обязательства на себя, там, гарантийные взяли на себя письма, но при этом, чтобы районные акиматы нам согласовали прохождение на своем уровне. Но к строителям международного газопровода прозвучали претензии и у Акима Тулькубасского района. При прокладке магистрали не учитываются интересы населения. Пасти скот стало проблемой, а восстановление разбитых в ходе строительства автодорог ложится на местные власти. Реализаторы проекта заверили Южан, что обязательства будут выполнены. Под реальной организацией они называются то, что из земли, дороги общего пользования, уплачивается налог на транспорт, и этим они как бы и уходят. Но мы это понимаем, с нашей стороны у нас есть рычаги на них, давление, поэтому давайте сконцентрированно, разумно найдем решение и будем отрабатывать. Здесь мы на себя дополнительные обязательства будем брать. Не отмалчивались и приглашенные на встречу санэпидемиологи, а не внести свои предложения о размещении строителей и обеспечения их жизнедеятельности. Санэпидемиологи здесь нет. Получается, когда мы на госприемочную комиссию приходим, начинаем выискивать все вот эти заключения. Или вы общее получаете согласование комитете у нас, потом еще такое есть, вы обращаетесь в Санэпидемиологию, получаете экспертное заключение. Все высказанные замечания и предложения, как заверили строители, не останутся без рассмотрения. Спасибо за комментарий. Санэпидемиологи